Друзья, всем привет, находимся в BMG Drive, находимся прямо сейчас на большой платной дороге, гигантская магистраль протяженностью в десятки, а может быть даже и в сотни километрах. Друзья, здесь шестиполосное движение, плюс еще, можно сказать, обочина достаточно широкая, это тут еще для двух машин, блин, раз, два, три, четыре, пять, десятиполосное пусть даже будет у нас движение, друзья, и нам сегодня необходимо будет играть в жесткие смертельные шашки. Когда-то здесь, на этой карте, мы с вами дрифтили, у нас был арабский дрифт, было достаточно интересно, но сейчас мы будем ориентироваться исключительно на скорость. У нас есть очень быстрые тачки, естественно, в каждом автомобиле, их очень, друзья, сегодня много, в каждом автомобиле будут находиться пассажиры, водители, и по последствиям каким-то мы будем судить. Единственное, что может пойти не так, это машины могут переваливаться за отбойник и угодить прямо в воду. Здесь высота огромная, и думаю, что шансов давать вообще не будем никаких, выплыть им будет, ну, никак отсюда, единственное, что если они не зацепятся за свою машину, которая будет плавать недолго на поверхности, здесь также никак не выбраться, не зацепиться, я думаю, поэтому смерть стопроцентная. А с чего все начинается, друзья, четыре друга, естественно, ну, как обычно, конечно же, друзья у нас любят покататься, они адекватные, чтобы вы понимали, там нет, там, у человека нету прав, такого нет. То есть у них есть права, все нормально, они едут по делам, да, в другой город, можно сказать, но дорога широкая, почему бы не разогнаться, вот они подумали. Давайте, ребят, разгонимся, с ветерком проедем, адреналинчик, все дела, машинок много, но говорят, слушай, дорога же широкая, я думаю, что мы сможем нормальненько так в шашечке поиграть как следует, поэтому они решили, что без страха смогут это сделать. Скорость у пятнашки не такая уж и большая, машинки у нас, я сразу скажу, что есть большинство, там, половина, по-моему, быстрых, то есть мы даже, возможно, некоторые не догоним сейчас, потому что у нас пятнашечка, но обгонять это вам не двухполосное движение, да, где действительно каждый обгон практически смерть. Здесь, нифига себя не топят, не-не, топят они слишком быстро, и, по сути, мы не одни такие, как вы можете заметить, я не могу догнать, 190 скорость, я не могу их догнать. Видите, впереди они уезжают просто. Так, начинается авария какая-то впереди, ё-моё, что происходит, а? Водитель у нас, сразу скажу, неадекватный сегодня. Так, аварии избегаем, тормозить, естественно, не будем, пятнашка, братишка нас проехал. Офигеть, проехали. Спокойненько, опасную ситуацию, которая могла привести... Так, ещё что впереди? Ребят, ребят, пожалуйста, объезжаем так же. Фух, хорошо, 200, 200 километров в час. Друзья, у нас скорость, автобус по централочке, водители неадекватные, могут, в принципе, конечно, вести себя подобающим образом. Внезапно, видите, что творят? Он-то в шашечке уже сам играет, неплохо так. Посигналим ему? Давай, пропускай нас. Ещё семёрочка тут, откуда ни возьмись. Так, начинает носить. Впереди, видите, что творится. Нам нужно через все эти ситуации каким-то образом проезжать. 200, слушайте, мне на самом деле жалко, что больше мы не можем взять на пятнашки, но это ещё не предел. 200, мне кажется, та скорость, на которой можно здесь ездить, беспроблемно. То есть настолько широкая дорога, что дальше, даже если случаются какие-то аварии здесь, то мы можем все эти последствия избегать, просто вывернув на ту же встречку, например. Да, господи, я могу спокойно по встречке ездить. О чём тут говорить, друзья? Оно настолько широко. Мне достаточно вот этой пятиполосной полосы. Я даже за двумя сплошной могу не везжать и ехать по встречке. Настолько всё на самом деле круто. При этом машин, как вы можете заметить, действительно очень много. Миллиметражек с автобусом ловим. Миллиметражек. Опа, красиво, красиво. Слушайте, ну всё, здесь просто пройдено. Я не знаю, есть ли смысл на пятнашки давить дальше газ? Мы просто неадекватные, конечно, сейчас в данном случае, да? Едем по встречке, но при этом, пожалуйста, получается. И мне кажется, так можно достаточно большое время передвигаться. Слушайте, смотрите, нагло, видите, несётся на белой машине. Всё, сейчас спишется в кого-нибудь. Пытается обгонять, тоже играет в шашечки. Но автобус, он сейчас спишется. Йоооо, нифига себе там развернуло. Опасно, опасно, друзья, играете. О, наш братишка. Привет. Привет, братан. Всё. Эй, ты что затормозил-то так? Ты что так резко тормозишь? Всё нормально. Испугал я его немножко. Ну всё, здесь мы прошли, друзья, испытания на пятнашке. 200 км в час. У нас есть, конечно, машины побольше, побыстрее. Я думаю, что надо попробовать точно так же поиграть в шашечки и на гелике, который уже по 300 будет ехать. Там-то уже будет сложнее намного всё. На самом деле, друзья, я заметил очень интересную особенность. От количества человек очень сильно влияет скорость, поскольку у нас пятнашка разгоняется и до 240 км в час по прямой. Но при этом, посмотрите, 4 человека, у нас 200 еле-еле брала пятнашка. Но 200 это мало, мы с вами прекрасно понимаем. Сейчас же у нас скорость уже, чтобы вы понимали, только на начальном этапе, выше 200. Вы хотите встречку, наверное, да? Хорошо, будет вам встречку. Водители просто, наверное, охренеть... Так, уйди, уйди, уйди. И, фу, водители просто охреневают от того, когда видят, что на них на полной скорости в 300 км в час несётся гелик. Но мы в себя верим, мы знаем, что мы справимся. В случае чего, видите, немножко даже обезжает. Будем ехать. Плюс у нас приоритет. Потому что мы включили аварийку, правильно? То есть у нас неполадки, и поэтому нас немножко якобы выбрасывают на встречку. Есть что сказать гайцам в случае чего. Но при аварии гайцам мы ничего не скажем, поскольку, скорее всего, будут трупы. Итак, 300 взяли. Уже просто по встречке. Ё-моё, опасненько. Опасненько. А можем ещё больше? Или всё? 300 это предел. Да, друзья. Гелик у нас несётся максимум 302 км в час. И, конечно же, это ещё не предел скорости. И для этой дороги оказывается даже 300... Ладно, да есть. Да даже 300... Ничего страшного. Только вот когда моменты такие происходят с авариями, да, иными, они, конечно, могут привести к трагедии. Но, в принципе, если адекватный водитель, да, который находится за ромгелико, он объедет всё, что нужно. То есть спокойненько. Даже учитывая то, что у нас сейчас включен режим рандом. То есть это неадекватные водители, которые ведут себя как угодно. То есть один может ехать нормально, другой вообще полный идиот, который может развернуться через двойную сплошную. Такие здесь тоже у нас присутствуют. Но благодаря, ещё раз говорю, 10-полосному движению мы можем вот так вот свободно перемещаться даже со скоростью 300 км в час. Слушайте, ну замечательно. На самом деле... Не, ну это даже... Не знаю, можно ли назвать шашками. Это на шашки не очень похоже. Конечно, когда люди играют в шашки, они принципиально не просто по одной полосе, да, и вот они вот так начинают, то есть, играть туда-сюда, то есть... Ой-ой-ой! Вау! Вау-вау-вау-вау! Так, я, по-моему, задел его. И задел достаточно сильно. Чувак, извиняюсь, но у нас, по-моему, последствий никаких нету. О, слышно было удар. Прекрасно. Просто поцарапал, скорее всего. Ну да. Слушайте, ну удар был. Удар был. Так, а у нас впереди машинка есть. Обгоним, ничего страшного. Обгоняем. Слушайте, ну вот это уже шашечки. Видите, опасно. Если я начну играть вот так вот, да, туда-сюда, то, естественно, это может уже привести и к трагедии. Давайте, хорошо, поиграем. Будем играть на старе. Я действительно... У нас ролик всё-таки посвящён шашкам. Почему бы не играть в эти шашечки? Будем играть, хорошо. Будем объезжать вот так вот. Ах, не вписался, друзья. Просто не вписался. А у нас там два человека, да, в пятнашки ехали. Но нас спасает отбойничек. Раскручивает, блин, насчёт гелик теперь у нас. Но пятнашечка, в принципе, выдержала удар. Тем более уж выдержал удар и гелик, как вы можете заметить. Далее пятнашки и гелик никуда не вписались, слава богу. Полная остановочка у нас. Да, да, полная остановочка. Пятнашка на опасном пути стоит. Сзади пассажиров нет. В некоторых машинах позади есть пассажир, чтобы вы понимали. Ну, что же вы вписываетесь-то? Он же думал, что он выезжает. О-о-о! Вот здесь. А как бы можно было хотя бы чуть-чуть-то притормозить ребят? Но они же... О-о-о! Вот сейчас уже есть последствия, друзья. Кто-ка хотел сказать, что сзади если бы сидел, то помер бы. Но удар теперь пришелся на пассажирское место переднее. И удар достаточно сильный. Просто разорвало в кашу руку. Это видно прекрасно. Плюс еще машины будут нестись отсюда. Также могут добить... Ух ты! Еще одна авария, блин, пропустил. Прилетело сюда все. Обалдеть. Ну, ребята, видите, неадекватно. Я же сказал. То есть они даже... Они притормаживают в подобных ситуациях. Но здесь я, друзья, с полной уверенностью могу сказать, что я не до конца чувствую вот этот вывор от руля. То есть мне на самом деле в шашечке на такой скорости, на такой скорости, на скорости 300 км в час, играть тяжело. То есть мне казалось, что я проеду, что я эту пятнашку спокойно обгоню. Но нихреносеньки не получается. А машинки-то еще сами бывают тоже отъезжать. Но скорость, когда выше, они просто не успевают сманеврировать уже. Давай еще 300 берем. Попробуем. Хорошо, друзья, хорошо. Вот такие вот шашечки будем играть. Хотите, обгоню? О, опасный, опасный момент, наверное, будет сейчас. Так, на обочинку. Выезжаем. Хорош. На встречку. Вот это, ну да, можно назвать шашками. Конечно, было прикольно. Может, было еще, наверное, больше машин сделать. А ну-ка здесь... Ой-ой-ой. Нет, не полу... Ух ты ж! Прямо встречку. Но здесь слабовая. Здесь слабовая. И опять же, при этом гелик более-менее остался цел, нежели данный автомобиль. Иномарочку просто сплющило. Особенно спереди. И именно на водительское место пришел удар. Конечно, труп. Друзья, без исключения. Здесь труп. Еще сейчас прилетит, наверное, куда-нибудь. А мы тем временем не улетаем случайно? Нет. Все-таки за мост мы не улетаем. По-моему, есть все-таки какие-то более серьезные... Ну-ка, перевернем машину. Мы видели, что удар пришелся именно на эту сторону. Содрал полностью боковую часть. И все-таки задел. Ноги, смотрите, нет вообще у заднего пассажира. Беда с ногой. Здесь у чувака проблемы тоже явно. Мне кажется, конечно, от такого удара здесь половина точно будет трупа. Опять же, только потому, что гелик, возможно, некоторых и это спасло. Особенно те, кто вот находится с правой стороны. И опять же, спрашивается, а как так получилось, что ты лоб в лоб врезался? Ну, здесь я могу сказать единственное. Ты просто не успеваешь среагировать. Либо что-то поздно замечаешь. Либо, например, хочешь... Ох, это что? Это что прилетело сейчас? Вы видели? Что-то прям прилетело конкретно. Какой-то кусочек. Зеркало? Или что там прилетело? По-моему, друзья, какой-то кусок прилетел под машину. И машина просто от этого перевернулась. То есть под колесо попало. Обалдеть. Это было очень красиво. То есть видно было прям как... А, он еще и врезался дополнительно. Это было красиво. Действительно. Так, а у нас... Смотрите, мы это все... Всю кашу этого обходим спокойненько. Замечательно. Так. По поводу того, что я врезался лоб в лоб. Я, например, хочу сделать какое-то действие, да? Потом резко решаю, что не стоит этого делать. Но я уже нажал, понимаете? Я уже крутанул руль. И, соответственно, все идет наперекосяк. Ты уже не успеваешь ничего правильного сделать. В итоге все это превращается в кашу малую и аварию. Попробуем еще немножечко поиграть. И возьмем, наверное, машинку посерьезнее. Также не забываем, что у нас есть и камазик, который также может хорошо стелить. На нем-то уж точно... Ну, дальнобойщик Василий, понятно. Там, скорее всего, трупы будут однозначно. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё! Не вписался, видите, ситуация какая бывает, да? Вы думаете, сейчас объеду по обочине. А не получилось. Опять же, здесь был, тем более джип, смотрите-ка, опять же, здесь был один водитель, только без пассажиров. На пассажирское место удар пришелся. И прям повезло. Слушайте, я рандомно. Там половина у нас есть пассажира, да? Половина нет. И при этом очень повезло, потому что его бы, скорее всего, переломало полностью здесь. Но водителю более-менее повезло Неизвестно, конечно, что будет дальше Меня там вообще заносит уже Уносит Я так понимаю, что... Ого, ого! Мы в... Ох, еще один труп Очень жаль, что пропустил этот момент, друзья Но иномарка просто подлетела Здесь тоже нету пассажира Как везет-то, блин, этот раз, да? Но иномарочка очень высоко подлетела И нас тоже продолжает крутить до сих пор Автобус? Ты же притормозишь? Посмотри, что произошло Или иномарка дальше? Да, пролетит, пролетит Ничего себе Пролетает автобус перед иномарочкой А мы также тормозим А вы, ребят, загорелись Вот это самое ужасное, друзья Потому что деформация автомобиля Приводит к тому, что Уже двери не открыть Возможно, да, здесь Двери заблокированы И тут даже те, кто выжил Они начинают просто гореть Это самое страшное, что может случиться И, к сожалению, это случилось А этому вообще вдвойне не повезло Смотрите, его перекрутило как И еще и сверху Все это... Пожалуйста, то есть бензин у нас пролился в салон Я так понимаю, да? Бак у нас в салоне разлился И... Где-то произошла вспышка какая-то Авария до сих пор происходит А, у нас в эту же машину В эту же иномарочку Друзья, пришло время Дальнобойщика Василия С вашего позволения Я все-таки, друзья, хочу Первый заезд сделать С видом от первого лица Потому что мне кажется Что нам будет играть В шашки намного удобнее Плюс скорость Вы здесь знаете Да, это у нас просто Турбо-камазик Ни один камазик В мире вообще так не ездит Как дальнобойщик Василий Учитывая, что у нас очень широкая полоса Я думаю, что нам в камазе Он, конечно, не очень поворотливый Да, в шашки им будет трудно играть Но при этом Я думаю, что у нас получаться Будет скорость 200 Мы сейчас попробуем до 300 взять Не знаю, получится или нет Потому что мы 270 брали Просто на камазе 300 По-моему, я еще не брал ни разу На нем Но 250 уже Блин, такая широкая дорога Что даже скорость Это не чувствуется Представьте, если мы По двухполосной бы ехали Конечно, мы бы скорость чувствовали Здесь же она не чувствуется Потому что очень открытая местность И очень широкая дорога Поэтому происходит именно так Итак, 270 Опасный момент Надо сейчас вырулить будет Так, уходим направо Уходим Это тоже, видите, виляет как А ну Нет-нет-нет-нет-нет Ай Ух, задел Задел слегка Нормально Нормально все Ой-ой-ой-ой-ой Ох, ты ж, блин И он не писался Обалдеть Огромный автобус Просто Слушай, ну у нас Не было друга сегодня Дальноборщик Василий-то сидит А Дальноборщик Василий Не сидит, я понял Дальноборщик Василий Откинуло На пассажирское место Его тоже сплющило при этом Слушайте, ну, видите Я отвлекся, называется Я отвлекся На камазе Его к чему привело Так, а у нас еще пассажир Был в автобусе Который просто упал Я думаю Как говорится отделался испугом. Правильно? Наверняка. Ох, машины собираются. А сколько? Обалдеть. Перевернула его. Так, а что у нас с водителем автобуса? Ну, целый невредим. На этот раз, конечно, ты остался более невредим. Но на автобусе все-таки, чем, конечно, дальнобойщик Василий. А машинки-то собираются, друзья, потихонечку. Опа! В кашу... Ё-моё! На иномарочке все, два трупа сразу. Еще кто-то, может быть, хочет, а? Слушайте, ну это интересно. Да, просто оглянулся, посмотрел, все в порядке. Пожелал счастливого пути, как говорится, дальнобойщик Василий, тому, кто... Кого мы задели, да? И тут же поворачивается перед нами автобус, мы не успеем среагировать. Такие ситуации тоже бывают, но все-таки 300 км в час, ну, извините меня, конечно, нам нужно взять. Нам нужно взять, хотя мне казалось, что мы иномарочку тут не заденем. То есть, понимаете, мы почти ее не задели. То есть, нам увечья никаких особенно не досталось. А авария сейчас будет. Блин! Уходим! Ух ты! Уходим, уходим, уходим! Нормально, нормально, нормально. Фух, повезло. Просто повезло. Очень хорошо, что ушли сейчас. Так, набираем скорость выше. 300 хочу, пожалуйста. Давай, в шашечке будут обязательно. Могу сейчас просто навстречу уже выезжать. Шашечки будут, шашечки с КамАЗом. Так, спокойненько. А ты... Опять авария какая-то. Только главное, чтобы не на нашу полосу. Все, это был автобус. Впереди догоняем. 260. Давай выше. Дальнобойщик Василий. Ну, покажи мастер-класс. 300 хотим. Вот у нас гелик, да, 300 берет. Я хочу, чтобы КамАЗ тоже взял 300. Я думаю, что он надеспособен, если прям вот давить конкретно-конкретно. Итак, 270. Ну, давай, давай, давай. 207, 269. Есть. 270 взяли. И теперь остается... Конечно, лучше сейчас не рулить сильно, да, потому что скорость будет падать. Если будет... Йо! 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 Йо-йо-йо-йо-йо! Дальнобойщик Василий просто полетел. Йо-йо-йо-йо! Но, опять же, сзади не было пассажиров. Как? Как вам так везет? Да, нету пассажиров сзади. Нормально, конечно, он в зад втюрился. Так, сейчас нам нужно будет как-то выторм... Нет! Нет! Дальнобойщик Василий, только не автобус! Посмотри, что тебя ждет впереди. Я бы не хотел, чтобы он сейчас пинтурился в автобус. Еще и сверху. По-моему, нет. Все-таки в отбойничек улетает. Дальнобойщик удаляется... И переворачивается, все-таки автобус задеваем Но он нам, наверное, даже помогает в какой-то мере То есть он нас притормаживает Василий, конечно, кидает из стороны в сторону Это видно прекрасно, да? Но КамАЗик ты выдержишь, еще и на колесиках останешься Будет вообще шикарно Давай, 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 выдержишь, выдержишь, выдержишь Все, живые, живые и здоровые Но это мы живые и здоровые Все, оттормаживаем все Замечательно Слушайте, ну это было опасно Блин, ну как я мог забыть, скажите, друзья Ну как я мог забыть Я не включил аварийку Но она же нужна, правильно? Она обязательно нужна Так, что-то у нас плохо работает Все, аварийка включена На всякий случай Чтобы издалека было видно, что, блин, на вас несется КамАЗ Ребят, уйдите в сторону, пожалуйста Но могу не вписаться 270 берем, начинаются у нас траблы какие-то Не можем дальше взять Потому что аварии происходят Мы не успеваем вырулить И в итоге конец происходит Ладно, сейчас попробуем, сейчас попробуем все-таки взять КамАЗик Но 270 не хочу, видите, эту цифру постоянно 270 Хочу 300, как я уже сказал И я думаю, что мы эту циферку добьемся Обязательно 250 Пожалуйста, давайте поразделите, наверное, будем ехать Хотя нам будет мешать, наверное, здесь все равно водители Некоторые, да, есть такое Мешают 260 Давай Топи же, дальнобойщик Блин, не хочу я Не хочу Снова потом начинать разгоняться Хочу сейчас Взять Хотя бы выше 270 Господи, какие аварии Как их там разворачивать-то сильно 270 есть 271 Замечательно Пошло дело Пошло Рожаем, как говорится Скорость 272 Потихонечку, но Увеличиваем Блин, нельзя, конечно, рулем сейчас крутить сильно Поскольку скорость будет падать 273 По чуть-чуть Но возьмем То есть такую скорость мы, по-моему, вообще Не на одном из роликов Еще не брали 274 На КамАЗе конкретно имею в виду Давай 275 Замечательно Просто по встречке На КамАЗе по 300 В темноте не увидел Фух Фух-фух Вывернул Просто в темноте не видно было ее Фары-то на кого, а? Надо включать ближний свет Вы что творите, блин? 275 Ну хоть скорость мне не сбил 275 Давай высшая Неужели не берет, а? Нет, это максимум, друзья, по-моему Походу Это максимум Опять на моей полосе, что ли? Так, шашечки Отыгрываем Хорошо Хорошо Не совсем О, 276 Ничего себе Смотрите-ка, а? Скорость у нас увеличивается потихонечку Блин, что ж вы все Что ж вы все лезете-то сюда прямо, а? Так 276 Пока сохраняется Скорость не Больше взять не можем, друзья Максималочка у нас Нет-нет Нет-нет-нет-нет-нет Сквозь дым Сквозь дым Все Слава богу Блин, это опасно Это просто кейстос Ай, скорость упала Из-за того, что Пытались вернуться Не надо было уворачиваться Хотя, блин, тогда бы вы врезались И тогда бы все Конец Спеши пропало было бы Для левшек усилия мог погибнуть Нет-нет, все-все, друзья Получается, что 276 км в час На КамАЗе мы С вами взяли Я, конечно, попробую сейчас Еще немножко проехать Может все-таки Получится Ну, хотя бы 277 276 Аааа Щит Далебучик Далебучик И когда там летишь Блин Блин, что происходит Что за Американские горки Где я Черт возьми Ё-моё Че происходит Все А тормози Так, главное не Главное не воду Все Тормозим Тормозим Фух Повезло Так, выходим 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 Отсюда Нам нужно уйти сейчас Ай, едет Не едет Автобус Пошел Пошел Ааа А, чёрт, чёрт. Я не мог почему-то ехать. Ну всё, там движку конец, конечно. Из-за этого. Просто ещё ударил нас. А неужели ничего ему не стало, а, при этом? Утобусеньку. Просто лобовушечку поймал только что, а? Не, есть, конечно, что-то. И пассажир у тебя упал. Ну что ж ты не бережёшь своих пассажиров, скажи мне, а? Лембочка в селе опять покидала, но при этом выжили. Выжили. Ладно, нужно брать скорость повыше. Итак, друзья, ну что, мы теперь в аудиушечке. У нас, к сожалению, с пассажиром здесь небольшие проблемы. Мы просто и обновление, поэтому без пассажира, но попробуем от первого лица. Скорость здесь может достигать, ну вы знаете, наверное, кто смотрит давно. Тем более быстро очень развиваем скорость. И попробуем разогнать даже выше 300. 302, да, мы на гелике, по-моему, брали максимум. Сейчас попробуем взять намного выше. Это сейчас мы ещё без ускорителя, чтобы вы понимали, едем. Без ускорителя она сейчас несётся от первого лица пока. Пусть мы такие низкие прям сразу. 320, неплохо. Так, в шарочки будем играть начинать или нет? Давайте попробуем, почему бы нет. 320, 327, 330. Нормально, 330 уже едем. Так, хорошо, давайте вид, наверное, другой сделаем. Не совсем... Ой-ой-ой-ой. Не совсем удобно. Ё-ё, ё-ё, как мы, блин, проехали-то ещё через всех, ё-моё. Опасно. А, всё, падает скорость, падает. Хорошо, подрубаем, подрубаем. Такое, так называемое, нитро наше, да? И в итоге скорость сейчас будет просто бешеная. 300, 400. В шашке в 400 км в час. Обалдеть, друзья. Ладно, я попробую сделать всё, что в моих силах, как говорится. Так, навстречечку вылетаем. Дым мешает смотреть. Сколько... Я не буду смотреть на скорость. Сами смотрите на скорость. Но, по-моему, около... Шло около 500, мне так кажется, да? Блин, движок аж взорвался. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Ух тыж. Ух тыж. Ух тыж. Носит. Носит, держимся. Где? Ух тыж, блин, ещё. Нет. Ух тыж. Ё-ё. Раскрутил. Э-э-э. Ураган. Просто смерч впивается. Знаете, как топор как будто кинули, а он впился вперед на марочке. Ну, хорошо. Так, а я хочу всё-таки узнать, сколько скорости у нас получается. Хотя бы, не знаю, 700, здесь получится, нет? Друзья, я выведу скорость на центр, потому что, ну, я просто не в состоянии следить. То есть, уводить взгляд, да? Потому что, как только уважаю такой скорости, постоянно происходят проблемки. И я не хочу эти проблемки, поэтому набираем моментально скорость выше. Давайте сразу же хотя бы пятихаточку бы взять. Было бы замечательно. А может, и того больше попробуем. Интересно. Максималочка у нас. Ой-ой-ой. Ой, сразу, сразу прилетаем. Интересно, что стало с водителем, да? Ведь наверняка синий этой, что у нас там, миномарочка? Или что? Я даже не успел посмотреть, да, на миномарочке. А здесь у нас два человека на переднем сиденье. А тут, по-моему, да, тут только эта купешка у нас. И, конечно, после такого наверняка оба были бы трупами. С такой-то скоростью. Ещё в кого-то, да, вписались? У-у-у-у. Семёрик. Семёрик. Один ехал. Один ехал. Удар пришёл, в любом случае, на пассажирское. При этом повезло, что не было никого. Так, мы что, дальше ещё куда-то взлетим, нет? Кого ещё ты впендюришься? Опа! Ещё в стритрейсер какого-то. Но, как я сказал, нас это не интересует. Нас сейчас интересует максималочка на этом участке. Но выворачивать уже, когда, знаете, около 500 км в час. Выворачивать и выкручивать как-то руль. Бессмысленно, по-моему. Если что-то попадётся на мою пути, то это конец просто. Ай, 600. Ай, 650. Что, 700? Охереть. Охереть просто можно. Что, 800 почти? Обалдеть. Я, друзья, такой ещё не развивал здесь скорость. Просто. Что? 820? Йо! Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Что с машиной у нас, по-моему, с колёсами проблема? Я уже выворачивать даже не могу. 820 км в час, друзья, чтобы вы понимали. 820? Йо-йо-йо-йо. Всё, конец. Просто джип. Ты был джипом, ты думал, что ты крутой, что ты сильный. Но нет. Опа. Обалдеть. Порвало просто, джип порвало на части. Водитель у Кирды. Только что был джип. Джипа больше нет. Всё, его просто сняло, смотрите, Сосе. Просто его кузов снялся. Обалдеть. Ещё в кого-то влетим или нет? Вот наша аудюшка, что от неё осталось. 500. И то скорость, смотрите, какая. Опять ураган смешиваешь под автобус? Нет. Объезжаем. Опасные, друзья. Опасные гоночки у нас всё-таки сегодня. Слушайте, ну на марке 820, даже сколько там, 830 км сейчас было? Я ещё, конечно, не брал. Это жутко, огромная скорость. И это было круто. Вот вам шашечки на скорости 820 км сейчас получается. В общем, друзья, здорово. Покатались здорово, поиграли. Кому понравился ролик, обязательно забывайте ставить лайк. Пишите свои идеи по бимке. Самые интересные будем реализовывать. А я каждого из вас благодарю за просмотр. Желаю всем удачи и всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok